Здравствуйте! Это новости на Дону. В студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. Особое внимание внутреннему туризму, дорогам, молочному животноводству. Губернатор провел расширенное заседание правительства. Не только мы друг друга стояли и убеждали, что мы это и это сделали, но если область остается малоизвестной, незаметной, значит вы ничего не сделали. Каким будет регион через 12 лет решаем сами обсуждение стратегии 2030 в Миллерове. Выделяем внимание больше развития и малых детских населённых пунктов, как основного производителя сеглазпрома. 27 февраля стерилизовать собак и кошек дешевле. В Минжи-КХ рассказали о дне стерилизации и поддельных квитанциях на поверху счётчиков. Два автомата, 36 гранат и полторы тысячи патронов. В Таганроге разоружён частный дом. Первым делом самолёты к вылету нужно подготовить. День открытых дверей в учебном центре авиатехников. Ружья и сабли от левши. В Ростове открыта выставка Тульского музея оружия. Музыкальные битвы и сражения на мечах. Детсадовский утренник ко дню защитника Отечества. Слойся налево, нашу песню запевай, а мы лёдчики-пилоты. Молочное животноводство, туристическую привлекательность, экологию, дороги и другие приоритетные направления развития региона обсудили сегодня на расширенном заседании областного правительства. Главный вопрос повестки – итоги социально-экономического развития региона в 2017 и задачи на текущий год. Экономика Дона растёт. Промышленность опередила среднероссийские показатели на 6%. По 9 направлениям Ростовская область – десятки лучших регионов страны, в том числе по сельскому хозяйству. В этом году особый упор на молочное животноводство. Грант на создание молочной фермы на 100 голов увеличен до 30 миллионов рублей. У нас есть желающие построить 10 молочно-товарных ферм, есть желающие построить большой завод по производству сыра. Но в 2018 году это должна быть динамика, не только идея, только разговоры об этом. Но, извините, мы должны видеть это на земле. Для Министерства экономики приоритетная задача – продвижение туристического бренда региона. Сейчас Ростовская область поднялась на несколько строчек и занимает 12-ю позицию в стране. Но резерв не использован на все 100%, считает губернатор. Эта тема должна быть таким образом, вы ее должны разогнать, чтобы в любом конце страны знали, что Ростовская область – это туристический регион. Не только мы друг друга стояли, убеждали, что мы это и это сделали. Но если область остается малоизвестной, незаметной, значит вы ничего не сделали. Подвели на заседание и итоги дорожного строительства. В планах на этот год – начать строительство дорожного обхода Оксая и расширение 16-километровой дороги от Платова до 4-х полос. Вопрос из зала о непрекращающемся ремонте Лиховского моста на трассе М4. Запишите М4, по которой должна измениться ситуация и меняться. Ну ведь, слушайте, мы не возражаем, чтобы у нас ремонт проходил. Но когда беспрерывно пробки в тех или иных частях – это ненормально. Что сейчас будет происходить через пару-тройку месяцев? Народ поедет на юг. Что там будет происходить? Вы можете себе представить? Я представляю. Надеюсь, и вы понимаете. Подводя итоги социальной жизни региона, замгубернатор рассказал – безработица у нас ниже, чем в среднем по стране, а по трудоустройству инвалидов мы занимаем первое место. В этом году для одаренных детей будут построены образовательный центр «Донской Сириус» и технопарк «Кванториум». Что касается проекта «Городская электричка», за несколько лет ежедневный пассажиропоток вырос с 70 до 650 человек. Кроме того, говорили о передаче социальных услуг НКО. Пилотный проект успешно сработал в Волгодонске и Октябрьском районе. В этом году некоммерческие центры соцобслуживания появятся в Ростове и Шахтах. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Стратегия 2030 обсуждается по всей области. Межмуниципальные встречи с общественностью начал губернатор в Ростове 19 февраля. А теперь дискуссии по проекту развития региона на 12 лет вперед идут в крупных городах. В Миллерове встречу провел первый замгубернатора Виктор Гончаров, после чего побывал на крупнейших предприятиях. Сделать вклад в стратегический документ может каждый. На межмуниципальные встречи депутаты и предприниматели, ученые и общественность. Здесь, в Миллерове, собрались представители восьми районов. Все инициативы будут услышаны. Например, Шолоховский район предлагает пересмотреть развитие малых поселков, как основы сельского хозяйства. Нельзя забывать территории наше сельское население и уделять внимание больше развитию и малых сельских населенных пунктов, как основного производителя сельского продукта. Главное, что заложено в стратегии 2030, Ростовская область должна стать регионным лидером, войдя в десятку лучших экономик страны и топ-5 по объему инвестиций. Миллеровский район определен стратегией 2030 как один из полюсов роста. Центр агломерации, который объединит агропромышленные предприятия. Главное для нас сегодня, чтобы мы, развиваясь в промышленном плане, не забывали про социальные составляющие, потому что люди, которые придут на территорию работать, должны где-то отдыхать, должны ходить по нормальным дорогам, пить нормальный воздух и дышать нормальный воздух. В Миллерове локомотивы развития предприятия по переработке мяса утки и глубокой переработке зерна. Амилка производит крахмал, патоку и корма. Треть продукции идет на экспорт. Чтобы увеличить мощности предприятия в два или три раза, необходимо обеспечить его инфраструктурой, дорогой и газом. Здесь небольшая дорога, всего-навсего 1,6 километра. Я думаю, вопрос разрешимый. Будем просить губернатора выделения денег из резервного фонда. Что касается газификации, здесь нужно подводить большие мощности. Естественно, по срокам это 1-2 года. Но, тем не менее, все должны понимать перспективу. Перспективу на 2 года, на 5, на 10. И у нас программа 20-30 до 30-го года. Предприятие по переработке мяса утки «Дон Стар» планирует увеличить мощность уже в этом году. Вместо 20 тысяч тонн производить 30. Дальнейшая стратегия развития – это вторая очередь. У нас будет увеличение и площадок коммерческого стада, и строительство площадок родительского поголовья. И, соответственно, мы уходим в Кашарский район. Как во второй очереди основная масса уходит в Кашарский район. Подготовить финальную редакцию стратегии 20-30 нужно до 1 июля. А к началу 2019-го документ должен быть утвержден. Екатерина Лободина, Андрей Токарев, Дон-24, Миллерова. Волонтерами избирательной кампании Владимира Путина в Ростовской области хотят стать уже больше двух тысяч человек. Часть из них уже прошли собеседование, обучение и приступили к работе. Волонтеры помогают в работе общественной приемной организации, агитмероприятия, общаются с журналистами и готовятся быть наблюдателями в день выборов 18 марта. Ростовская область лидирует по количеству желающих стать добровольными помощниками кандидата на должность президента России Владимира Путина. Я узнал, что есть такой штаб, пришел сюда как волонтер, записался. Я давно уже занимаюсь деятельностью студенческими отрядами. Именно здесь есть возможность для нас, для студенчества, реализовать те интересы, которые нам действительно интересны. Мы готовы помочь, готовы поддержать те или иные моменты. Продолжает свою работу и общественная приемная самовыдвиженца Путина. Хотелось бы, чтобы увеличить как-то пенсии, чтобы они с достоинством могли свою старость встречать. И вопросы ЖКХ. Это самый больной вопрос, по-моему, всего полонаселения страны страдают этим. А мы в Ростовской области также необходимы нам, чтобы рост цен немножко замедлился в отношении ЖКХ. В Ростове побывал претендент на президентское кресло Сергей Бабурин. Кандидат от партии Российский общенародный союз. Осмотрел Россельмашевское предприятие «Клевер». Затем отправился в парк «Плевин» возложить цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Дальше в музей боевой славы 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского краснознаменного Будапештского корпуса. Политик отметил, что не первый раз в Ростове и хотел посмотреть на достижения города. Для него земли Донского казачества – часть национального самосознания, так что обойти стороной наш регион не мог. На вопрос об основе своей предвыборной программы говорил о нравственности в экономике и чистоте бессмертной души. Любой закон, любую реформу нужно смотреть, а соответствует ли она тому, что детей надо любить, что семью надо беречь, о стариках надо заботиться, родину защищать и всегда, и в праздники, и в будни не забывать о необходимости хранить чистоту своей бессмертной души. Ксения Собчак, вернувшись из Америки, обратилась в ЦИК с требованием отменить регистрацию Владимира Путина кандидатом в президенты. Но ЦИК ей отказал. Такой же ответ дал Верховный суд, куда тоже была отправлена жалоба. Эксперты отмечают, что подобные действия позволяют Собчак оставаться в информационном поле. Ссылаясь на Центр избирком, в СМИ пишут о доходах кандидатов. Больше всех за последние шесть лет заработала Собчак. На втором месте Борис Титов. Тройку самых состоятельных претендентов на президентское кресло замыкает Павел Грудинин. Екатерина Лободина, Виктория Щетинина, Андрей Токарев, Руслан Хамчиев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Акцию ко Всемирному дню стерилизации впервые проведут в Ростовской области. Во вторник, 27 февраля, стерилизовать или кастрировать собак и кошек можно будет по льготной цене, рассказал замминистра ЖКХ. В акции участвуют ветклиники восьми крупнейших городов региона. Ее цель – снизить число бездомных животных. Для участия в акции нужно записаться до полудня 26 февраля. Адреса проведения операции есть на сайте областного правительства и МинЖКХ. Больных нельзя вести на операцию, понятно, но в больном состоянии никого нельзя подвергать подобному вмешательству. И желательно восьмичасовую еще выдержать диету, для того, чтобы животное было более подготовлено. Еще одна новость из МинЖКХ о мошеннических извещениях, требующих проверить приборы учета. Вот эта квитанция якобы, да, похожа очень на квитанцию, здесь и штрих-код, и все, и строчки, и тариф даже указан. Но в ней говорится о том, что необходимо пройти обязательную металлогическую поверку приборов учета. Вот эти вот псевдо-квитанции, они на самом деле ничего не означают, и никаких обязанностей на наших потребителей не налагают. Эти квитанции – недобросовестная реклама организации, проводящей поверки счетчиков. Вместо традиционных бело-зеленых стен и бетонных лестниц – итальянская барокко. Ростовский художник за свой счет превратил подъезд многоэтажки в музей. Все девять этажей вымощены плиткой, на стенах оригинальные картины и лепнина. Только вот правление ТСЖ считают изменения неуместными. Уже больше десяти лет в доме идет борьба за искусство. Все, кто попадают сюда впервые, их там не пользуются, даже если нужно идти на девятый этаж. Убранского подъезда настолько поражает людей, что через все лестничные площадки идут пешком, рассматривая каждую деталь. Зеркала, стилизованные под старину фонари и даже в самую пасмурную погоду – голубое безоблачное небо. Кусочек Италии в северном микрорайоне Ростова – дело рук местного жителя Константина Николаева. Сейчас художник в раздумьях, что же появится на этом пока белом полотне. Все хотят замок, лебедей, а мне от этого не очень весело. По образованию он художник-декоратор. Говорит, отсюда и налет пафоса в творениях. Все по-театральному масштабно. В начале 2000-х переехал в новую квартиру. И серость подъезда настолько удручала, что решил все исправить самостоятельно. Обложил пролеты и лестницы плиткой. Со временем на стенах появились картины, лепнина и милые сердцу детали. Например, привезенная из отпуска венецианская маска. Денег на благоустройство насильно не собирал. Большинство работ сделано на собственные сбережения – около 200 тысяч. Но правление ТСЖ выступило против активиста. Наше правление ТСЖ предало все это анафеме, провозило, что это все незаконно. Подавали на меня в суд, чтобы я привел подъезд в первоначальное состояние. То первое дело десятилетней давности Константин обжаловал. Хотя закон был на стороне правления. Спустя время декоратор попросил выделить на обустройство часть денег из тех, что собираются домом на благоустройство. Средства дали, но после этого начались еще большие разногласия. Я выделяла 110 тысяч, за которые он мне отчитался по 6 дней. Уже 6 лет. Дали мне около порядка 40 тысяч. При их последствии мне дали что-то около 6 или 5 тысяч. Вот такая сумма. Откуда взялось 110 тысяч, я абсолютно не знаю. Доказать, кто прав, стороны не могут 6 лет. Недовольны художествами и некоторые жильцы. Например, на втором этаже венецианский этюд не оценили. Кто-то в знак протеста расцарапал полотно. Этой картиной, в частности, я отнимаю у нашего постсоветского человека его святое право на равенство в богности. Вот такая вот пролетарская месть. Константин подал заявление в полицию о порче имущества. Но так как картина написана в местах общего пользования, личной вещью не считается. Так что наказания для вандала не будет. А недавно в копилку жалоб на художника добавилась еще одна. Вот они подали на меня заявление о том, что я психически ненормальный. Но человек, который делает подъезды за свои деньги, он по логике хопух и воров – это псих. Мужчине предложили пройти психическое обследование. И в то же время художнику вручили медаль за заслуги перед Ростовом. Пока ТСЖ фанатично отстаивает голые стены, подъезд стал местной достопримечательностью. К нему, отклоняясь от обычных турмаршрутов, водят гостей города и восторженно объясняют, а у нас в Ростове теперь есть собственная Италия. Юлия Карасюк, Тайгер Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Смотрите далее в выпуске. Два автомата, 36 гранат и полторы тысячи патронов. В Таганроге разоружен частный дом. Первым делом самолеты к вылету нужно подготовить. День открытых дверей в учебном центре авиатехников. Музыкальные битвы и сражения на мечах. Детсадовский утренник ко дню защитника Отечества. Ружья и сабли от левших. В Ростове открыта выставка Тульского музея оружия. Казаки изданно захватывали такое оружие в качестве военных трофеев. И такая форма оружия стала для них любимой и традиционной. С награждением орденом Суворова поздравил сегодня Южный военный округ Василий Голубев. Губернатор принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества и столетию образования Красной Армии и флота. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин таким образом отметил ваши заслуги в укреплении обороноспособности страны. Высокие показатели боевой подготовки, мужества и героизм проявлены личным составом в ходе выполнения боевых задач. Василий Голубев рассказал, в следующем году к 30-летию вывода советских войн из Афганистана будет отреставрирован мемориал воинам-интернационалистам. А к 75-летию победы в 2020-м откроется военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты». Также губернатор вручил лучшим военнослужащим его областные награды. Разоружение частного домовладения провели сотрудники УГРО Ростовского управления МВД на транспорте. С таким арсеналом 55-летний житель Таганрога мог вступить в полноценный бой. Тут и огнестрельное оружие с боеприпасами и взрывные устройства. А именно, два автомата Калашникова и полторы тысячи различных патронов. 36 гранат, осветительные ракеты и все в рабочем состоянии. Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное хранение огнестрельного оружия и незаконное хранение взрывных устройств». По ним разоруженному Таганрогцу грозит до пяти лет заключения. Летчик самолету нужен в небе, а на небе, а на земле ближе техник. Готовящий авиатехникам в 183-й учебный центр перед праздником защитника Отечества устроил День открытых дверей, где наглядно на истребителях показал работу своих выпускников. Начали по военному строго торжественным построением и приветствием начальника центра. «Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ полковник!» После приветственных слов и различных награждений показательная программа. Будущие летные инженеры и технические специалисты показали себя во всей красе. Перед гостями появился один из самых современных истребителей страны МИГ-29. И специалисты продемонстрировали, что подготовить такую серьезную машину к вылету можно буквально за несколько минут. Мы занимаемся подготовкой по четырем специальностям. Это эксплуатация самолетов, конструкция самолетов, эксплуатация двигателей, авиационное оборудование самолетов, авиационное вооружение самолетов и радиоэлектронное оборудование самолетов. Ученики центра показали, что могут не только обслуживать крылатые машины, но и встретить врага в рукопашную. С особым интересом за всем этим действом следили воспитанники казачьих корпусов. Большинство из них продолжает образование в подобных центрах. Одна из целей, которую мы преследуем сегодня, это то, чтобы ребята практически ощутили себя в будущей возможной профессии, руками потрогали авиационную технику, наземные средства обеспечения, чтобы соприкоснуться с тем ратным трудом, который ежедневно осуществляет военнослужащие военно-воздушных сил. Ну а закончился праздник на высокой ноте. Причем в прямом смысле слова. Оркестр центра признан лучшим военным оркестром в Южном федеральном округе. Танцевальный батл, музыкальная битва, приемы самообороны и целое сражение. Разве что вместо снарядов безопасные мягкие мячики. Так нестандартно провели утренник к 23 февраля в Азовском детском саду. Моряки, летчики, юно-армейцы выходят под строевую песню своего войска. А командует парадом рядовой Ваня Стариков. Летчики взлетают и освобождают место для разогрева морякам. А в засаде музыкальный руководитель Ольга Прокопенко проживает за шкалятами каждое движение. А им нужно просто четко повторять. Выпускники детсада, уже школьники и юно-армейцы, пришли показать приемы самообороны. Ребят, ну кто хочет так научиться, как мы делаем? Я! Научились защищаться, можно и повоевать. Окопались мягкими подушками и устроили сражение. Командование взяли на себя школьники. Готовимся! Стреляем! Я защищаю свою бабу. Юные солдаты знают, кто такие защитники Отечества. А самое главное, понимают, кого защищать. Я могу защищать маму. Воспитание любви к близкому, к детскому саду, к любимому городу нашему Азову и к великой нашей стране, к родине. На войне пусть импровизированы, не обойтись без потерь. И летчик Паша Бандура тяжело переживает порчу мундира. Мы еще решили устроить музыкальный батл, где дети тоже своего рода посоревнуются только в музыкальной форме. Летчики могут показать высший пилотаж не только в небе, но и на ковре, танцуя брейк-данс. А девочки-морячки ждут приглашения на танец. Особенно старалась поразить пилота своим танцевальным мастерством Полина Алексеенко. Но девчонок оказалось больше, пара досталась не каждой. И все же 23 февраля не просто дата, и защитник для девочки обязательно найдется. Да не расстраивайся, моя девочка. Тебя все равно еще пригласят на танец. Я тебе обязательно приглашу на танец. Да, и вы красиво станцуете. Я знаю, что вы пара хорошая. Олеся Сынникова, Тагир Фатаков, Дон-24, Азов. Шашки и сабли, карабины и винтовки, пистолеты и револьверы из собрания Тульского государственного музея оружия можно увидеть в Ростовском музее краеведения. Здесь открыта выставка «Слава российского оружия». Все экспонаты боевые, некоторые сделаны еще в 1700-х годах. Коллекцию Тульского музея оружия начали собирать в 1724 году, когда на оружейном заводе, исполняя указ Петра I, стали старинные пушки и фузеи не переливать и не портить, а сдавать как курьезы в цейхаузы на хранение. С надежным тульским оружием Россия воюет уже 300 лет. Это действительно раздолье для воинов. А нам, как реконструкторам, очень интересно посмотреть это оружие и холодные огнестрельные. Вот интересная сабля, широкая, короткая, а другая совсем узкая и тоже очень короткая. Вообще, Тульский государственный военный музей оружия является одним из крупнейших музеев военных в России. И, конечно же, те люди, которые придут и ознакомятся с выставкой, гости области, жители области, они, конечно, смогут увидеть уникальные экспонаты. Пример оружия как искусство – палаш Лейбгвардии конного полка в качестве феса – герб Российской империи. Фузея – это дульнозарядное гладкоствольное ружье с кремневым замком. А вот казачье ружье – образца 1832 года. Оно напоминает оружие турецкого производства. Казаки изданно захватывали такое оружие в качестве военных трофеев. И такая форма оружия стала для них любимой и традиционной. И вот уже в XIX веке, когда оружие выпускалось централизованно на оружейных заводах и было регламентировано, был разработан специальный образец, казачьего ружья. И такое оружие выпускалось централизованно и массово на Тульском оружейном заводе. На Тульском оружейном заводе, основанном в 1712 году по именному указу Петра I, до сих пор хранят секреты левши и славят дело былых кузнецов. Трехлинейная винтовка Мосина, револьвер системы Наган и пистолет системы Токарева – все это сделали тульские оружейники. Сами мы приехали из Петербурга. Мы совершаем своего рода паломнический такой путь по 100-летию, приуроченный к казино по ходу Лавры Георгиевича Корнилова. Приятно, что в сегодняшнее современное время отдается дань традициям, не сбывается русская история. Я считаю, что выставка очень актуальна. Самое главное, чтобы она не осталась только для музейных работников. И поэтому мы будем приглашать в Министерство образования все уровни образовательных, провести здесь уроки истории соответственных кадетов, которые являются жемчужей нашего патриотического испытания. Выставка «Слава российского оружия», которую открыли к 100-летию создания рабочей крестьянской Красной Армии, будет работать до 22 июля. Галина Белоусова, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. На сегодня у меня все. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Продолжение следует...